С 2022 года в Испании запрещено взимать с арендаторов комиссии за услуги агентств недвижимости при заключении договора долгосрочной аренды. Нововведение должно было снизить финансовое давление на арендаторов и сделать аренду жилья более доступной. Что запрещено? Запрещено брать деньги за посредничество при заключении договора за поиск жилья и за оформление аренды. Все эти расходы теперь полностью ложатся на арендатора. Ну, казалось бы, согласитесь, отличная новость, да? Но, как всегда, нашлись те, кто нашел способы обойти эти запреты. Давайте разберемся, как это делают агентства недвижимости. Первый способ – это дополнительные услуги. Агентства предлагают арендаторам платные дополнительные услуги, такие как оформление документов, подключение коммунальных услуг или страхование жилья, ну, что-то вроде этого. Эти услуги формально опциональны, но от них очень сложно отказаться, особенно если вы только приехали и еще не разбираетесь во всех нюансах. Второй способ – это включение комиссии в арендную плату. Агентства договариваются с арендодателями, чтобы включить свои комиссии в стоимость аренды. В итоге формально жилье дороже, но вам предлагается это как обычная плата, ну, мол, такова цена за квартиру. Третий метод – это авансовые платежи. Вас могут попросить нести авансовый или гарантийный депозит, который, по сути, является скрытой комиссией. Все вот эти платежи – это, так называются, резервами или гарантийными депозитами, но фактически это просто способ взять с вас деньги. Некоторые агентства даже заключают с арендаторами отдельный договор оказания услуг, который, якобы, не связан напрямую с арендой. Например, договор на консультационные услуги по поиску жилья. И за эту консультацию с вас могут взять кругленькую сумму. Есть и более сложная схема. Ну, к примеру, вас могут зарегистрировать как клиента юридического лица. И тогда на вас будут распространяться уже совсем другие условия аренды, которые позволяют агентству взимать комиссии.